СПАРТАКУ-2 Матч «Белогорск-Ска-Энергия» пройдет в Белогорске 27 августа в 17.30. Физкультура для тех, кому за 50. В субботу в Благовещенске прошла спартакиада для пожилых людей. Женщины от 55 и мужчины от 65 бегали дистанцию в 200 и 400 метров. Я люблю короткую дистанцию. Оторваться так сразу. Это немножко длинновато. Ну как не длинновато, но 100 метров вообще шикарно. Специально я занималась, нет, не занимаюсь. Сады, туда-сюда, работа. И времени хватает. Хотя и на пенсии. Помимо бега и стафеты, пенсионеры играли в шашки, шахматы, дартс, настольный теннис, боролись на руках и стреляли по мишеням. Спортивные дисциплины подбирали по просьбам участников, учитывая их силы и способности. Допускают в соревнованиях всех желающих, у кого нет медицинских противопоказаний для занятий спортом. В большинстве дисциплин пожилые спортсмены участвовали без тренировок. Ну, во-первых, тренироваться только что, если палку взять или швабру. А так, орудия-то нету своего. Поэтому, вот сейчас, если я попаду в областную спартакиаду, то, возможно, я буду с настоящей винтовки тренироваться. С настоящей винтовкой. Если не попаду, то, значит, со швабры. В этом году приобщиться к спорту решило больше 80 пенсионеров. Значительно больше, чем годом ранее. Из них составят команды, которые будут представлять Благовещенск на областной спартакиаде пожилых людей. У нас участвовало две команды полностью. Одна команда из 15 человек состояла, и вторая команда тоже 15 человек. То есть 30 человек в общем в прошлом году приняло участие в областной спартакиаде. Надеемся, что в этом году мы также выступим успешно на спартакиаде областной и надеемся, что в шестой раз также станем победителями. В областной спартакиаде пенсионеры будут соревноваться в восьми дисциплинах. Добавятся городки и легкоатлетическое многоборье. Областная спартакиада пожилых людей пройдет 8 и 9 сентября. Ну и не забываем, что исторический матч Белогорская энергия пройдет уже в этот четверг. Подробный репортаж увидите в эфире Альфа-канала. Ну а на сегодня это были все новости. Пока.